Было голое пространство и стоял один серый стол бетонный. Просто нужно уметь сдерживать рост. Это не всегда можно сразу приступать к обрезке, растение должно укорениться. Роза это очень надежный кустарник, но ее надо полюбить. И опять же отдых сам себя не запланирует, его надо организовать. Мы с вами в учебном саду, где реализовано уже 11 проектов выпускников школы дизайна Терра. Здесь нет как таковых заборов, таких непроглядных. Хотя зоды, сейчас растения поднимаются, уже какие-то не просматриваются немножко. То есть сад открытый, но при этом внутри каждого сада идет какая-то кулуарность. То есть находимся мы в плодовом саду, мы окружены, чем-то мы окружены. Но опять же из плодового сада можно выйти как минимум в 5 садов. Ну и вот мы видим, находясь в плодовом саду, рядом у нас площадка для обучения, для бесед, для время проведения. И есть возможность посмотреть растения опять же со всех сторон. То есть подход к растению очень удобный в плане обслуживания, в плане ухода за растениями. Центральная площадка, с нее в общем-то все и начиналось. С входа и вот с центральной площадки, то есть это то место, где мы могли бы собраться, посидеть, передать знания, а ученик может эти знания взять. То есть это аудитория ландшафт? Да, да, это аудитория, да, это такое место силы, место знаний. Вот на этой площадке здесь около 50 видов растений только вокруг нас. Какие здесь вот интересные идеи в этом проекте, что такого оригинального? Здесь был вопрос экономии, потому что ландшафтный дизайн в принципе дорогостоящий, поэтому мы остановились на бетонной площадке, лагере и лиственнице. Здесь использована террасная доска, лиственница и для нас это был такой эконом-вариант и быстрый вариант в создании. Экономия должна быть разумная, могу сразу сказать, что вот это вот допустим отходы строительства, да, то есть это брус, который остается, остатки, куда их обычно девают, выкидывают. Мы здесь сделали основание для скамеек. Здесь хочется бывать. И здесь удобно, да, здесь удобно, когда люди приходят в гости, они первым делом идут на эту площадку. Водоем мы делали в объеме мастер-класса, мы сделали его за один день, заранее была только выкопана яма. То есть была тоже задача показать, что все это абсолютно реально и человек, обладая определенными знаниями, он может это сделать и реализовать все. Ну и вот на этой территории, открытой, солнечной, мы разместили плодовый сад. Плодовый сад яблони, груши, сливы, абрикосы. Здесь мы тренируемся, изучаем технику обрезки, формирования плодовых культур. С северной стороны плодовый сад закрыт живой изгородью из липы. Хочется показать, что заборы могут быть зелеными. Но вообще эта площадка должна быть потом немножко кулуарной, растения еще поднимутся, будут повыше и в ней будет более уютно. Все, из плодового сада мы переходим в белый сад. История этого сада началась со стола. Дело в том, что я сразу запланировала на бетонную мебель, она мне нравится, она очень удобная, она практична. То есть есть вещи, которые хотел поставить, и вот пусть они стоят и будут стоять долго. Но поскольку вес этого стола более 100 килограмм, и принести его вручную не было бы возможности, то есть я его закладывала в установку этого стола, когда не было живых изгородей, не было деревьев, вообще не было ничего. А поскольку опять же задача у меня была не пускать сюда технику, то все это делалось вручную. Было голое пространство и стоял один серый стол бетонный. Было вообще непонятно, для чего это все было создано. И потом вокруг стола все уже вот это вот обустраивалось. Это дипломная работа. Сад маленький, 27 квадратных метров. Честно говоря, студентка была немножко в шоке, когда ей дали такой участок, на котором ничего нет, еще береза, что вообще можно с ним сделать. Мы смогли на таком маленьком пространстве даже сделать зонирование и организовать удобное, комфортное место. Во-первых, мы сделали скамейку. Я вообще сторонник того, что практически в каждом месте должно быть посадочное место. Как я говорю, отдых сам себя не организует. Сейчас уже сделана автоматическая система полива, заведена на участок. В этом саду капельный полив присутствует. Что интересно в этом саду? Поскольку ограниченная территория, мы постарались его сделать декоративным и полезным. Брали плодовые культуры и делали их в виде компактной формы, такой миниатюрной. Например, у нас смородина здесь рыщая на штамбе. Под смородиной высажен тимьян два сорта, высажена клубника, высажен лук с лизун. Это вот все один квадратный метр. Понимаете? То есть это все можно реорганизовать, если правильно сделать. В этой части мы видим груши-северянка. Формируется шпалерная форма, то есть она плоская. Очень надеемся, что на следующий год она зацветет. Ну вот пока формируем. То есть получается, что с плодовыми культурами тоже можно такое вытворять? Можно, да. Конечно, можно делать в условиях ограниченного пространства. То есть мы тут же видим, что плодовый сад и там растения совершенно в другой форме, а здесь форма другая. И на маленьком пространстве у нас, соответственно, смородина, груша, черноплодная рябина высажена здесь и еще две вишни. А, еще и таминтоза высажена. Понимаете? И 27 квадратных метров. И вот мы, да, подходим к будущему восточному саду. Очень отношусь к этой теме аккуратно, потому что я считаю, что надо дорасти до этого состояния. Поэтому сейчас пока у нас растут здесь растения, набирается масса определенная. Здесь есть растения немножечко, ну так скажем, экзотические для нашего климата. Это гинга растет, растет гибискус. Три сорта у меня гибискус. Магнолия высажена, высажена глициния. Она уже год перезимовала. Магония подуболистная. И вот эта вот лиственница, я ее вырастила с 10 сантиметров, да, покупала сеянцы в лицетном питомнике. И когда... Такая восточная линия. Да, она изгибалась. Мы ее делали растяжки, сейчас маленько уже опустили, оставили, вот эти изгибы останутся как есть. Здесь только делать техника обрезки идет. И очень важно, на примере этой лиственницы я показываю, что не надо бояться наших местных растений, адаптированных аборигенных растений, что только обладая знаниями стрижки, можно рост любого дерева ограничить. Да. И говорят, давайте посадим лиственницу. Нет, она огромная. И это страшно станет. Да нет, она может быть не огромной. Она может быть компактной. Просто нужно уметь сдерживать рост. Это розария. Проектом предусмотрено здесь около ста роз по количеству. На данный момент высажено чуть больше 50. То есть у него еще будет продолжение. А вот вообще в нашем климате, насколько это все можно высаживать? Потому что... Ну вот хорошо, это лето теплое. Но предыдущее, оно не всегда же так было? Вообще без проблем. Розы, это, пожалуй, единственный кустарник, который начиная с июня цветет до заморозков. Причем розы выдерживают минус 3, минус 5 градусов. Для нее это вообще без проблем. Роза – это очень надежный кустарник, но ее надо полюбить. Потому что когда идет разрозненная посадка, такая, знаете, натыкивание, здесь одна роза, там другая, там третья. Начинается осень, начинается индивидуальное укрытие каждой розочки. Да это с ума можно сойти. Огород – это не место, уже знаете, где вот работаешь с утра до вечера, а потом сидишь на ведре, на перевернутом ведре. Да, да, да. То есть вообще-то ты как бы достоин лучшего, да, и ты можешь сидеть на скамеечке. Огород, во-первых, он должен быть красивым. Он должен быть чистый, он должен быть привлекательный. Здесь у нас получилось террасирование, поскольку был естественный рельеф. Террасирование сделали из деревянного бруса. А сейчас огород должен трансформироваться в современном саду, больше, мне кажется, с какой-то эстетикой, с удобством, с комфортом, чтобы этого не боялись, что там, а, это огород, это вообще-то просто что-то грязное. Нет, вот мы находимся в огороде, здесь грязного ничего нет. Вот здесь подошли, петрушку сорвали. Ты можешь сидеть на скамеечке. И опять же, отдых сам себя не запланирует. Его надо организовать. Мы с вами переходим в лесную зону. Лесная зона – это тоже дипломная работа. Что-то досаживали, опять же, такие растения, которые здесь приживутся. Ну, то есть, какое-то преобразование произошло. Но сейчас, когда люди приходят в лес, они говорят, а что вы здесь сделали? А, да-да-да. Но не это самая лучшая похвала, потому что мы сделали именно самое то, что и оно красиво, удобно. То есть, мы с вами гуляем по лесу, и очень комфортно. То есть, идете по тропинке. Вот наш лесной водоем. Это дипломная работа. Ну, вот эта лесная зона вместе с водоемом – это вот тоже дипломная работа. Кувшинка у нас зимует. Глубина 70 сантиметров. Кувшинка белая зимует. Альба. Ей здесь хорошо. Мы переходим с вами вот к следующему саду. Называется «Сон в летнюю ночь». Сад создавался… Ну, сад получился, в мой взгляд, интересный. Здесь большая коллекция заложена. Именно растения, которые могут произрастать в тени. Опять же, есть водоемчик небольшой. Наверное, в это лето, когда оно было очень жарко, это просто был райский уголок. Здесь вот фрагментик, такой лесной участок. Где-то мы оставляли лесную естественную растительность. У нас здесь вот коллекция папоротников. То есть можно сад пройти в круговую, можно пересекать основными дорожками, да, можно присесть полюбоваться, для желающих сфотографироваться. И это место, да, оно как бы плавно переходит в следующий сад. Это уже вот детская площадка. Детскую площадку делали рядом с лесной зоной. Потому что сейчас такие времена, что детей одних в лес, это вообще, да, не отпустить. И вот почувствовать вот это вот ощущение, когда ты в лесу. Самостоятельно. Да, самостоятельно, да, в закрытой зоне. И для меня было очень важно, чтобы детская площадка награничила именно с лесной. Детская площадка, она сделана из очень простых элементов. То есть те же самые пеньки березовые, да, это наше детство, которое вот, ну вот мы прошли через это детство. Сейчас почему-то эти композиции не делают. Хотя они очень простые, это недорого в исполнении. Это и лабиринт, и площадка, где можно посидеть. Да, это лабиринт, это посидеть, это можно там, все что угодно можно сделать. Это очень интересное решение. Лабиринты можно делать даже перед фасадом дома. Потому что с одной стороны они эстетически смотрятся красиво, да, с другой стороны они выполняют функцию, в них можно детям играть в прятки. Ну вот у нас лабиринт еще пока молодой. Он поднимается, но уже рисунок заметен, особенно хорошо его видно с зеленой крыши. Да, ну и вот через пару лет это будет уже достаточно устойчивая структура. Пока подстригаем низко для того, чтобы нарастила внизу массу. Чтобы замкнутый получился. Да, 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 да. Потом поднимем вот так. То есть поднимается легко вверх. А вот нарастание внизу возможно только за счет низкой стрижки. Домик садовников таким образом стоит, что вот если засыпать землей, то есть будет давление. То есть просто так построить и засыпать, это не всегда так проходит. То есть нужно здесь еще просчитывать многие моменты. Ну и вот сама зеленая крыша, во-первых, она является смотровой площадкой, да, всей территории. То есть с нее мы видим большую часть сада. И самое главное было для меня это показать людям, что зеленые крыши, они прекрасно существуют у нас. Это абсолютно реально в выполнении. Что растения могут расти на толщине в один сантиметр. Здесь он буквально в один сантиметр. Здесь площадь 12 квадратных метров. На нее уходит большое количество посадочного материала. И с этого места очень хорошо просматривается вот этот сад. Он специфически, это единственный сад, где есть дорожное покрытие. Это не случайно, потому что это сад для людей с ограниченными возможностями. То есть это та категория людей, которая не должна быть изолирована от садоводства. Оказывается, такая сложная, интересная тема. Глубокая, бесконечная. Это тема ландшафтного дизайна. И мы еще обязательно к ней не раз вернемся. Продолжение следует...